Всем привет-привет! Снова я приехала к маме на участок, снимаю вам хурму виргинскую видовую. Вот так она разрослась уже, красотка. В этом году снова будем пилить, убирать ей вот эту челку и более-менее формировать. Когда ее не обрезаешь, она бурно идет в рост и дает меньше плодов. Замечено. Поэтому лучше обрезать и формировать. Как всегда, каждый год она дает достаточное количество порослей. Вот эти вот деревья уже, скажем так, целые полноценные, посмотрите, деревца. Это ее поросль. И вот это тоже ее поросль. Посмотрите, какой огромный, просто огромный уже, не знаю, куст. Куст-дерево, что-то наподобие. Вот этот саженец вообще офигеть. Там, конечно, несколько пучков в нем. Сейчас покажу поближе. Вот эти кустики, это все корневая поросль. Многие спрашивают, нельзя ли выкопать с комом, чтобы растение дошло лучше. Нет, не получится, потому что это все нужно будет отрубать от основного корня. А так как он очень мощный и толстый, никакой ком там не сохранится. Нужно будет все вокруг, во-первых, раскопать, найти, где этот основной ствол. И только потом отрубить и достать сам корень. Посмотреть, пригоден ли он к отправке или нет. Поэтому ни о каком коме, конечно, речи здесь пока не идет. Вот поближе подошла я к этому саженцу, который самый крупный в этом году отрос. Посмотрите, сколько в нем побегов. Все постараюсь, конечно, откопать, но не уверена, что все получится. То есть это от корня такие корневые отростки. Здесь есть, конечно, и поменьше одинарные, как я вам уже говорила. Вот они, вот так они выглядят. Но в любом случае, вот здесь копать придется группой. То есть вот так разрубить не получится. Будет слабая корневая тогда у этого. Поэтому все смотрим по факту и выкапываем обычно вот таким пучком. Одинарные, конечно, лучше. Вот здесь можно отрубить и будет у него более-менее нормальный корешочек. Молодая поросль, вот которую вы здесь видите, она будет оставлена. И копка ее будет только на следующий год. Возможно, даже что-то подрастет к весне. Но я не уверена, что зимой она обычно не растет, уходит в спячку. И как бы все. Поэтому это уже на следующий год. Молодую не копаем, она точно не доедет. И вот покажу вам, сколько плодов в этом году. Здесь уже, конечно, часть опала. Созревание идет полным ходом. Вот так классно выглядит. Сейчас подниму веточку и покажу вам. Есть уже вот созревшие. Классные. Хурма вкусная, хоть и мелкая. Ответы на все ваши вопросы вы можете найти в прошлых видео. Их уже где-то 5 или 6 по этой теме. Все на канале записаны, сохранены. Находите, пересматривайте. Все там максимально за эти годы уже вам про эту хурму рассказала. Ну и самый распространенный вопрос, который будет все равно идти каждый год. Выживет ли хурма данная в моем регионе? Повторяю еще раз, что эта хурма только для экспериментов. Соответственно, здесь уже решаете сами. Хотите ли вы тратить средства на нее и экспериментировать? Или все-таки нет? Тогда ждите результатов, когда другие отпишутся, как у них и где прижилось. В Волгоградской области уже растет. Тоже уже для экспериментов женщина одна высадила. И у нее она прижилась, отмерзает до земли. И потом ближе к лету снова восстанавливается. То есть о плодах пока речи не идет. Но в Волгоградской области плоды уже были. Насчет северных регионов, прям дальний-дальний север. Здесь пока никто еще не отписался. Как будут какие-то результаты и мне напишут, я вам обязательно тоже все расскажу более подробно. Следующий вопрос. Приживутся ли саженцы? Стопроцентная ли гарантия? Есть ли вообще какая-то гарантия? Саженцы хурмы с открытой корневой системой. Поэтому гарантии я, конечно, не даю. От меня надежная упаковка. Хороший корешок, который выбираете вы сами. Дальше уже все зависит от вашего ухода. От вашего ухода зимой. Как вы будете ее укрывать, не будете. Куда вы ее посадите и так далее. То есть все индивидуально зависит от особенностей вашего климата. От особенностей агротехники и так далее. В общем, нюансов очень много. Поэтому для экспериментов... Тветочка отломилась. Конечно, берите и пробуйте. И вот один плодик отвалился. Такой уже мягкий, ароматный. И уже не вяжет. Можно кушать. Вкуснятина. Уже не вяжет. Уже вкуснятина. Ой, прям класс. Сладкая. Вообще вязкости никакой нет. Не вяжет совершенно. То есть плоды должны быть полностью вызревшие. Вот такие они, как желе. Такие упругие. Но такой желеобразной консистенции. Вкуснейший. Просто классный. Еще раз повторю, семян в этой хурме у нас нет. А пылитель именно данной хурме не требуется. В общем, супер красотка для ваших экспериментов. Всем удачи. Хороших урожаев. И до встречи.